привет youtube привет подписчики и гости моего канала в прошлом видосе я показывал как я изготовил мост как обрезал как он укорачивал полуоси насколько вот поставил звезду на 26 зубов впрочем кто не видел можете посмотреть вот здесь вот ссылочка будет наверху этот видосик решил я сделать переднюю балку сразу наверное чтобы уже знать хотя бы приблизительно что мне нужно резать раму или оставить ее целой разобрал я переднюю балку автомобиля волга которую приобрел на металлоприемки ссылочка вот здесь будет тоже вверху на это видео что именно приобретал и в каком количестве будем так говорить кто не видел пожалуйста посмотрите итак что тут у нас рычаги суппорта диски передние ступицы куча болтов гаек ну понятное дело в общем сейчас это будем все применять если интересно кому пожалуйста смотрите дальше кому не интересно будет видос ну не этот видос а следующий где уже будет полностью готовая балка без просто просто видео и все без размеров без ничего короче интересно смотрите не интересно мужики я никого у себя не задерживаю пока а я погнал делать итак давайте рассмотрим ступицы более детально более подробно да потому что ну не у всех они есть и у меня и они в руках первый раз в жизни поэтому вот так это все выглядит в собранном виде абсолютно все заводское просто снято из балки это у нас вниз ступицы это у нас вверх то есть здесь уже идут и так понимаю шкворень забит то есть нужный угол у нас уже присутствует наклона на выворот колеса и так далее и тому подобное вот это во первых во вторых ну я здесь уже отверстие просверлил ступица волга и вот колесо где тут цифра вот она цифра номер до колеса это 4 2 0-8 просто она у меня была и будут использовать именно его смотрите просто заводское идеально сюда центровочное отверстие без всяких доработок подходит даже но это я уже просверлил пять отверстий но одно вот заводское берем да смотрите она совпадает в одном месте да только нужно рассверлить его двенадцатым сверлом не рассверлил и все то есть одним болтом притянул ступицу открутил наметил и остальные опять высверлил то есть вот они все пять отверстий вот понятное дело все это дело подошло сейчас мы даже его прикрутим притянем чтобы его вместе с колесом чтобы вместе с колесом ее перевернуть в общем вот так вот это все дело должно выглядеть понятно я думаю вот но есть одно но вот это тяга вот это тяга она чуть-чуть стоит не так как мне надо то есть если одеть шаровый заходит снизу то есть тяга пойдет снизу это очень низко до земли очень низко до земли но она прямая мужики она прямая и они взаимозаменяемые смотрите сейчас я просто перекручиваю перекручиваю эту ставлю сюда она станет вот так вот и пойдет сюда это я уже все проверил это я специально скрутил все как она была чтобы показать и рассказать все уже я продумал абсолютно все до мелочей ничего не меняя практически да не практически вообще ничего не меняя вот чтобы у нас наконечник стал сверху и тяга пошла выше короче на уровне моста надо сделать не ниже ну а там как выйдет вот такая штука сейчас я перекручиваю эти тяги меняю местами и расскажу нюансы некоторые какие нужно учесть то есть запомнили да как это все стоит будут именно на этой показывать так как там колесо нет колесо не стоит то есть вот это у нас с левой стороны запомнили все да вот бор болт который упирается упор будем так говорить да специально чтобы ее сильно не выворачивала вот эти уши разворачиваются сюда они абсолютно симметричные это которые суппорт держат разверну сюда и поменяю вот эти вот тяги и так разверну я вот эти рычаги по этим причем и поменял это развернул ступицу внутрь чтобы смотрелось потом расскажу почему я так сделал и в общем что теперь вот они упоры для вот этих болтов но болты длинные я их не хочу резать иначе они упираются в ступицу здесь я даже подтачивал их потому что я выкинул вот эту защиту которая коже стяная вот ее убрал и болт начал упираться тут буквально сбил миллиметрик в общем сделал такие втулочки это палец шатуна да вот который держит поршень они вот такой же точно вышины как и вот это вот тяга то есть проставочка такая это под этот болт чтобы его не резать ну и сохранить эту дистанцию на упор которая будет упираться сейчас его затяну вот вот сюда соответственно уже подобрал просто нужной длины мне болт чтобы все это дело прикрутить единственно что остается это два таких коротыша так как здесь мы его заменили вот и все добавил два болта других а эти болты оставил на своем же месте сейчас это закручу и расскажу для чего я сделал вот эти вещи так теперь теперь у нас тяга вот у нас низ колеса тяга стоит выше и шаровый уже становится вот с этой стороны то есть вот здесь приблизительно должно быть одинаковое расстояние по низу моста но я еще не мерил все это будет видно можем конечно ее сделать и изогнутую ну да не суть вот и все перекрутили и добавил по одному болту вся эта переделка так далее для чего я оставил эти уши до с этой стороны посмотрите до этих ушей можно прикрутить прикрутить какие-нибудь полосы до полосы потом изогнуть и до них прикрутить уже крыло крыло будет поворачиваться вместе с колесом то есть сделаем стоечку из какого-нибудь полосы изгибаем ее под нужным углом и прикручиваем какую-то какую-то защиту крыло есть крыло что там рассказывать вот ну единственная проблема у меня это вылет слишком большой вылет колеса от шкворня тут я уже рассчитал приблизительно так и так и рулеткой мерил ну мост у меня то обрезан под определенный размер по наружу у меня 80 вот если это все дело оставлять вот в таком состоянии то у меня балка получится вот такая вот эта балка будем так говорить нарисую вот это расстояние у меня получится 30 сантиметров всего-навсего 30 это это ни о чем это это даже балкой трудно назвать балкой качалкой да это вообще не она поэтому мне нужно менять вылет колес и сдвигать колеса как можно ближе к шкварням вот поэтому у кого колея позволяет хотя бы колея будет 80 вот этот вариант вообще идеальнейший идеальнейший и и даже варить не надо мужики я чуть попозже расскажу как это все делается делается будет все вы это увидите если будете смотреть до конца видосы вот и все дальше что надо поменять вылет в общем сейчас я немножечко это дело доработаю погнали снял колесо со ступицы вот ступица прикручена двумя болтами чтобы не сдвинулась никуда раскрутил болты которые скрепляются стягивают диски для чего для того чтобы мне отчертить вот здесь сейчас от черчу радиус вот этот мне нужно точнее вырезать отверстие круг чтобы диск проходил через ступицу полностью в общем сейчас нарисую вырежу и покажу отчертили так поработав 15-20 минут болгар очкой получаем вот такой вот результат дождь начинается вот такой вот результат все плотненько и причем опустил все заходит и выходит такая вот штукенция сейчас небольшая уборочка и продолжим далее колесо одно вырезали но у нас остались еще два вот таких две половинки диска уже с просверленными отверстиями так берем ступицу которая целая чтобы нам по сто раз их не раскручивать беру барабан вот таким образом прикручиваю диск половинку совмещаем все эти вещи вот и на два болта прикручиваю сейчас покажу для чего диск прикручен точнее половинка вот она отлично вообще стало туда и на чертил я карандашом линию вот в общем не вот это две дела надо все срезать сейчас я даже на ней разбирать не буду поставлю болгар очку и буду срезать на потом просто это дело потом шлифану ровненько вот но не дальше чем эта линия где-то миллиметров может пять нет не пять миллиметра три оставлю вот как идет эта линия что ее видно так она должна у меня и остаться сейчас пилю покажу так предварительно все это выглядит вот таким вот образом то есть расстояние я выдержал теперь следующее следующее нужно отрезать вот эту часть она вот эта перфорация идет тут вентиляция короче вот так вот отрезаем вот отделяем их на две половины и так значит обрезали все это было зажато в тесах раз половине ли на 2 вот таких вот части в общем сейчас это все дело шлифану чтобы было вровень вот продолжим так обрезал я значит этот диск опять прикрутил все это дело на ступицу ступица снятая для удобства то есть колесо одно сделал но со вторым пока еще его не вырезаю делаю все манипуляции разметки расчеты ну и соответственно чтобы потом это колесо уже одеть то сделаю сначала все для одного колеса потом буду делать уже для другого то есть я сейчас сделаю тормозной диск для этого и при помощи этой части сделаю еще один тормозной диск уже конкретно и уже в самом конце вырежу во втором диске потому что если сразу это сделать вот такой вот то тогда плохо с расчетами будет вот так у меня получилось миллиметра тут не не знаю по три по четыре наверное оставил до где-то миллиметра по четыре по три может вот так вот по кругу все шлифану нигде не режется не колется все замечательно так сейчас что я буду делать вот в этих вот в этих отверстиях за выступом за вот этим выступом просверлился отверстия для четырех болтов вот так вот так просверлил оба получается вот такая вот штукенция произвольно абсолютно произвольно как произвольно прикручивал куда попало там просверлил все равно эти отверстия вырезать поэтому роли никакой тут не играют где она будет вот сейчас продолжаю дальше все это дело собирать собираю просто для удобства чтобы в руках не держать притяну и все дальше занимаюсь в общем сейчас соберу покажу и так получается вот такая вот штукенция то есть так вот здесь юбка мешала пришлось ее шлифануть так это прикручено удлиненные вот такие гайки насколько не тут полно десяточка до десятка болты спилил вот таким образом один край чтобы они ровненько стали потому что они там ведут прямо 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 по над вот этим были там и так получается у нас вот такая вот штукенция вот так вот это будет одеваться и прикручиваться то есть болт здесь закручен ровно наполовину он закручивается но так я его рассчитал ее отпилил теперь сейчас это дело поставлю четвертую теперь нужно будет мне эти отверстия эти отверстия из-за того что она там идёт надо вылетом рассверлить двенадцатым сверлом и все все она притянется станет капитально ближе не сделаешь потому что туда ступица не влезет ну и там соответственно болт уже не станет вот не беда все сейчас прикручу наверно прикручу уже конкретно колесо сюда и посмотрим что получилось так прикрутил на четыре болта все это проходит там чуть-чуть сдвинулась но ничего доработаем напильником так понятно да выглядит теперь это все дело вот таким вот образом единственное что подкачка будет теперь внутри из-за того что диск прижался вот так вот то есть у нас уже идет вылет вовнутрь мы задвинем колесо сейчас я что буду делать возьму эту ступицу и отрежу вот эти уши сейчас ее раскручу и прям по над по над самым самым вот как идет так и убрежу чтоб вообще ничего не мешало ну культур мультур короче вот так отрезал я вот эти уши культур мультур как говорится все замечательно тоже пустил и в сторону рычага пускай будет так и самое интересное момент истины блин подойдет или не подойдет мне вот самому сейчас не ошибся ли я с расчетами блин аж волнуюсь не хочет залазить она поправим напильником так стало ну по опа ничего себе ёпки палки а ну-ка надо перевернуть сейчас я зафиксирую хоть на один болт так тут у нас ничего не мешает а ну-ка ой какая красота как близко шкворень как оно все провалилось как оно все сместилось я ее рычаг тут возле колесика и тут не касается труба здесь будет идти не касается при вывороте блин вообще ништяк в общем сейчас я соберу второе колесо скручу и сравним разницу я даже скажу размер какой будет п-образочки балки качения до качалки вот блин ништяк собрал я колесико сейчас покажу в общем не сказал на самое основное насколько же поменялся вылет вылет колеса поменялся на 6 сантиметров такая печально ровно на 6 сантиметров поменялся вылет колеса в нужную мне сторону так что мужики работает работает эта штука так заодно что хочу сказать я сейчас взвешиваем контр электронный висит противовес в виде барабана добавился плюс ступица сама по себе она тяжеленькая вот взвешу просто колесо и взвешивают доработанное колесо скажу вам разницу а может даже сейчас запущу чисто 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 чтобы знать уже оба по весу главное тут чтоб ничего не выключилась так включаем по нулям пачки так смотрим 16400 весит колесо без груза вот цифра 16400 разбиваем на 0 переворачиваем так не упустить 18 330 добавился вес до доработанного колеса то есть уже как бы передок задираться может и не будет вот визуально что мы тут видим визуально разница какая получается разница понятно дело что вот расстояние дошкворня до было как показать его в общем понятно что она на 6 сантиметров сдвинулась а сейчас вот она смотрим что у нас тут за ниппель у нас ничего не цепляется все проходит все просто замечательно но подкачать колесо я думаю вывернул если надо накачал и все так если у меня там было 30 сантиметров то теперь в каждую сторону можно его расширить на 6 сантиметров то есть добавится еще 12 сантиметров потому что это колесо уже чем-то я его выставлю на край чтобы она с по наружу было с краю ну здесь понятное дело уже будет торчать вот это вот болвана ну никуда не денешься мне это не принципиально мне главное чтобы балка работала имела внешний вид действительно балки все больше доделок здесь никаких не нужно делать а нет нужно будет здесь нужно будет приварить какое-то ухо это я найду для рулевой колонке все мужики всем пока всем удачи больше она к этому вопросу возвращаться не буду так как максимально уже показал рассказал ничего тут делать не буду никак как крепить буду я покажу следующей серии там это уже совсем другая конструкция вот поэтому все всем удачи ждите скоро скоро появится следующая серия с вами был санек